На полях саммита АТЭ стартовали тематические форумы для ученых и бизнесменов. Один из них, названный День Китая, завершился сегодня в Пекине. Главная цель мероприятия – рассказать миру об успехах и вызовах на пути роста экономики КНР. Приглашенные эксперты, в числе которых были и высокопоставленные политики развитых стран, обсудили, какую роль Китай может сыграть в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. Мои коллеги с подробностями. Темой Дня Китая в нынешнем году выбрали партнерство, ориентированное на будущее. К участию в конференциях пригласили более 300 политических деятелей, ученых, предпринимателей-новаторов и ведущих бизнесменов региона. Они обсудили такие темы, как продвижение региональной экономической интеграции, содействие инновационному развитию и ускорение инфраструктурного строительства. Китай впервые принимал саммит АТЭ с Шанхая 13 лет назад. За несколько месяцев до своего вступления в ЭДО. Тогда это было возможно заявить о себе и сообщить всему миру, что в КНР готовы к интеграции в глобальную финансовую систему. Теперь Китай стал второй крупнейшей экономикой. И наша роль в АТЭ заметно изменилась. От ведомых ролей мы перешли к ведущим. От ведомых к ведущим Китай перестал пассивно следовать чужим правилам и стал активно предлагать свои инициативы. Многие из них, в том числе амбициозный проект по созданию зоны свободной торговли, рассмотрят в рамках нынешнего саммита. Среди его гостей бывший премьер-министр Австралии Роберт Хоук. Именно он в 1989 году выступил с планом создания АТЭС, организации, которая сплотила страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Желание Китая играть все более активную роль на международной арене по мере роста своей экономики, вполне загономерно и объяснимо. Вопрос развития Азиатско-Тихоокеанского региона не должен сводиться к выбору лидера, будь это Китай или Соединенные Штаты. Беген и Вашингтон по большому счету договорились работать совместно и разграничить свои компетенции. По результатам форума Китай надеется продемонстрировать странам региона свою готовность выступать в роли не только командного игрока, но и одного из лидеров Азиатско-Тихоокеанского сообщества. Павел Данилюк, CCTV.